итак я приехала в дижон это мой номер на одну ночь отель повезло отель я увидела сразу вот тут такие трамвайчики ходят ездят они отходят от вокзала там вот видите стоит там самое начало от этого вокзала тут вокзал прямо при этом я увидела название отеля мне повезло не открывается о открывается балкон только кровать близко чистое страшно там вода завтра буду гулять тем более у меня пусть пусть у меня не скоро уже стемнеет в 17 чем поэтому потух усиленно гулять вот ну что я хочу сказать ух ты какой кондей или что это такое что я хочу сказать что опоздала я на поезд до дижона пропал мой билет за 21 евро и мне продали другой билет а тут был безвозвратный меня продали за 52 евро ванна в общем такой номер продали за 52 евро вот засада просто ночью делать я проскакала прибежала в этот на вокзал уже практически тютелька в тютельку да ну пока я нашла этом процент конечно к полицейского он мне объяснил потом пока я нашла когда ехать вот когда идти до этого бутика с н сифей чтобы чтобы животное меньше десяти килограмм пять лет что разрешается мне сказали взять номер а мне надо было распечататься билеты без этого никак номер номерок взять знаете как у нас налоговой там в банке тела я мимо горе я опаздываю а не возьмите номер усталый на вернотрепки такой короче поезд ушел он оказался невозвратный и через полчаса был другой а такой еще болтливый этот кассир попался какой-то черный но увидела меня на карточке кредит на аэрофлот написано носить карточки программа бонусная и давай вот я в таиланд хочу типа до аэрофлот нормальная компания вру нормально игру но я летал в таиланд через катарские линии игру хорошо так летала а я забыл что трансаэра у меня было да но он такой не знает такой вот есть еще мам малайзийские авиалиния малайзия но они типа страшно ведь мух так они разбиваются и игре я не знаю до последнее время что туда такие вроде крутые ну есть читайские авиалиния дорогие по моему в общем я поняла он выбирает аэрофлот сейчас я переоденусь в том что вся взмокла у меня спина вся мокрая хоть выжимай в этой куртке куртка такая на слава богу пойду погуляю магазинчик зайду включен все выпить наверное в честь нового года скидка какая-то ланч с почитаем с вами была оля платонина 31 декабря накануне нового года такая бегущая по парижу по улице револи кошмар это я решила на автобусе поехать то что раньше я на поясе там поезд а потом метро ездила из шарли до голи а тут выхожу какой-то терминал другой я на этом не было терминале выхожу автобусы стоят причем карточку мы они принимают выплевывает я пошла показываю карточку мне типа туда идти а потом смотрю там девушка зашла в автобус и наличными собирается платить я значит пули туда потому что карточкой пытаться бесполезно и тем более уже туда китайцы там или японцы не знаю набежали вот и я пошла ему свою еврики дал мне билет сдачу дал там вот думаю слава богу что у меня наличные были ура купила по бешеному курсу сбербанке вот только после этого стал падать когда я купила не выдержала ну правда я немного купила но все равно вообще у меня что-то здесь одни растраты за этот номер тоже сказали надо будет завтра заплатить хотя я точно помню что с меня списывали а это они заморозили теперь 40 дней ждать когда банк вернет я думаю что то не заморозка была как всегда вот датскому аэропорту не выдержал купила себе подарок вода имбирные для тела и конфетки ну я ж не знала что у меня такие растраты будут буду худеть в общем с вами была оля платонина пойду сейчас погуляю не знаю насчет ресторана не хочу настроение нету все там семьями будто я одна мне как-то не хочется я лучше тут выпьем поем конфетки чайник у меня есть видеть вот вот как то так всех с новым годом главное не подать духом и гулять 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 я в дижоне и вообще во франции тепло не то что в дании хотя бы это очень хорошо и всем пока